здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл у микрофона надежда ничанова сегодня я хочу поговорить на такую тему как эстроген доминирования почему от и откуда эта тема сейчас выдается да и почему это стало так важным сейчас сегодня и буквально отовсюду я вижу эту тему обсуждают и в инстаграм и youtube я периодически и слушаю но понимаю что где-то есть какие-то несостыковки и все-таки мнение эксперта крайне для меня здесь важно и по этому случаю у нас гость алена попова врач акушер гинеколог кандидат медицинских наук врач превентивной медицины здравствуй алена здравствуйте надежды еще раз вас благодарю за приглашение за очередную нашу встречу тема это действительно актуально особенно в репродуктивном возрасте когда женщинам нужно реализовать свою функцию деторождения поэтому вот этот вот синдром доминирования он действительно помолодел и обсуждается сейчас везде как вы сказали аж давайте начнем сначала что такое эстроген доминирование что вообще такое эстроген что они за что они отвечают эстрогены как обычно везде говорят это женские половые гормоны однако это не совсем верно эстрогены есть и у мужчин и у женщин но у женщин они пожалуй выполняют такую вот функцию более значимую все они влияют на рост всего хорошего это рост фолликулов рост и эндометрия рост молочных желез во время беременности рост матки во время беременности выделяют четыре основных натуральных эстрогена но наиболее активные значимые это эстрадиол это гормон красоты под действием эстрадиола кожа становится эластичной ровной фигура приобретает женские черты эстрадиол поддерживает нормальную плотность костной ткани работу сердечно-сосудистой системы улучшает память настроение когнитивные способности влияет на наше настроение на иммунную систему обеспечивает нормальную функцию усынительной ткани это кожа волосы ногти мышцы тонус мышц это правильно я понимая что это происходит тогда когда эстрогена в норме достаточно да да действительно так нашем вообще что такое эстроген доминирования нашим организм и конечными продуктами полового стероида генеза являются как раз вот эти эстрогены и они должны уравновешиваться причем как у мужчин так и у женщин как две чаши весов и когда баланс между ними нарушается то возникает эстроген доминирование то есть у женщин эстрогены должны уравновешиваться прогестероном мужчин соответственно тестостероном то есть по сути эстроген доминирования это состояние дефицита прогестерона а дефицит прогестерона-это избыток эстрогенов для поддержания баланса организм пытается их вывести и И прежде чем стать неактивными, эстрогены должны пройти три фазы детоксикации. При нарушении работы печени, оттока желчи, при разбалансированной работе кишечника это становится сложно. Поэтому они накапливаются и творят беспредел, начиная от бесплодия и заканчивая онкозаболеваниями. Это и есть эстрогендоминирование, да? Да. То есть вот такое погубное влияние он оказывает. Почему это происходит и почему сейчас об этом заговорили? Раньше исторически женщины большую часть времени находились в состоянии или беременности, или лактации. Кстати, оба этих состояния являются защитными в отношении рака молочной железы, рака матки. И в среднем эти женщины имели 4 циклических года за всю жизнь. То есть беременность сменялась грудным скармливанием, сменялась с новой беременностью и так далее. В настоящее время женщинам не до беременности сначала строят карьеру. И современная женщина может иметь около 35 циклических лет. То есть это порядка больше, чем в 10 раз. Что предрасполагает к большему риску дефицита прогестерона. Сегодня снижение уровней половых гормонов происходит уже после 30 лет. Продукция прогестерона снижается намного быстрее эстрадиола. Прибавьте к этому замедленное выведение эстрогенов. Ксеноэстрогены из окружающей среды. Это пластик с бисфенолом. Фталаты, пестициды. Это синтетические эстрогены из комбинированных оральных контрацептивов. Это приготовление еды в микроволновке и даже одежда из полиэстера. Так, а что делать? Про ксеноэстрогену мы с вами говорили на прошлой программе. И говорили, что исключить из своего обихода. Я думаю, что в этой программе мы не будем на этом делать акцент. Тогда каким образом балансировать прогестерон? Ну, как профилактировать? Чтобы вывести из организма вот эти уже отработанные эстрогены, необходимо вспомнить все принципы превентивной медицины. В первую очередь, это, конечно же, питание. Это употребление правильных продуктов питания. Это продукты, богатые сульфарафаном и эндолтрикарбинолом. Что это, например? Это все крестоцветные. Капуста. Капуста, да. Например, ростки брокколи имеют наиболее высокую концентрацию сульфарафана. Это продукты с омега-3, полинасыщенными жирными кислотами. Это фермерские продукты без гормонов, пестицидов и гербицидов, которые блокируют цитохромы. Это правильная вода. Конечно же, физическая активность, которая стимулирует детоксикацию эстрогенов. Очень, кстати, популярно сейчас направление. Это хат-йога, горячая йога. Это что такое, так если в двух словах? Это йога с высокой температурой окружающей среды. При этом происходит избыточное потение, введение как раз вот этих вот токсинов через потовые и сальные железы. Ну, мы можем заменить это обычной баней. Да, баня, сауна – это тоже мастхэв сейчас для выведения токсинов. Разумеется, это отказ от курения, детоксикация и восстановление печени, так как ксеноэстрогены и метаболиты эстрогенов, они выводятся с желчью. Поэтому мы минимизируем пластик, изучаем маркировки. Это тема прошлой нашей встречи. Не храним продукты в пластиковой таре, не разогреваем еду в микроволновке. Минимизируем бытовую химию, косметику и средства гигиены с ксеноэстрогенами. Конечно же, устраняем заболевания желудочно-кишечного тракта и снижаем уровень стресса. То есть питание и образ жизни, правильно я понимаю, да? Вот здесь это основные какие-то моменты. А если, например, уже обнаружено доктором, да, вот это эстрогендоминирование, помимо вот образа жизни, диеты, что еще назначается? Могут ли назначиться какие-то дополнительные прогестированные терапии? Ну, она может быть назначена, но фундамент лечения – это будет вообще первостепенная задача врача определить, на каком уровне нарушился баланс. Тогда будет не симптоматическое лечение, а именно первопричина. А каким образом врач это понимает? На каком уровне нарушение эстрогендоминирования? Ну, мы в первую очередь исключаем, конечно, заболевание ЖКТ, то есть выведение, определяем. Либо это поломка в механизме детоксикации, выведение ксеноэстрогенов и эстрогенов, либо это повышенный синтез эстрогенов и поступление их извне, либо это низкая продукция конкурирующих гормонов. Ну, у женщин, в частности, это прогестерон. Ну, и нужно помнить, что болезнь, она развивается только тогда, когда степень вот этого метаболического дисбаланса, она уже находится за пределами компенсаторных возможностей организма. Ну, это лабораторное исследование, да? То есть гормональный уровень проверяется, да? Да, в том числе. И плюс, ну, в целом, наверное, образ жизни вы отправляете куда? К нудрициологу, к диетологу. То есть здесь, я так понимаю, что комплексный такой подход. Да, всегда должен быть комплексный подход, потому что заболевания, они достаточно серьёзные, они у всех на слуху, это миомы, это эндометриозы, это фиброденомы молочных желёз, это синдром поликистозных яичников, онкозаболевания женской половой сферы. Всем известный предминструальный синдром, это тоже доминирование. Я ещё знаю, что от состояния эстрогендоминирования зависит настроение женское поведение. Что можете здесь пояснить? Ну, это как раз вот и разговор про предминструальный синдром. То есть во время него также возникает дефицит прогестерона, но если вспомнить беременную женщину, она спокойная, она уравновешенная, у неё ничего не беспокоит, у неё ничего не болит, у неё шкалит прогестерон. И женщина, которая с предминструальным синдромом, она раздражительная, плаксивая, нервная, её всё раздражает, у неё болят молочные железы перед критическими днями, болит живот во время менструации. Это как раз все признаки предминструального синдрома. Добавить сюда ещё отёки, мигрени, хроническое нарушение сна, отсутствие прогулок при дневном освещении, гиподинамию, курение, психоэмоциональные нагрузки, о каком тут вообще качестве жизни и хорошем настроении может идти речь. Поэтому эти симптомы, они как раз, да, отражают тоже доминирование эстрогенов. Сколько обычно времени уходит на то, чтобы скорректировать этот синдром в сторону баланса, да, вот если там обнаружено, например, как здесь, ну, на что настраиваться женщине, на какой период изменения? Это зависит от комплеентности пациентки, то есть от её приверженности к лечению. Если она действительно готова с этим работать, то первые положительные моменты она увидит уже спустя 2-3 месяца. И потом будет всё только лучше и лучше. Ну, это действительно корректируется. Но база, она должна быть. То есть это не только гормоны, назначенные извне. Не вместо, а вместе. Может быть, ещё раз о продуктах. Вот мы поговорили о том, что способствует, да, что нужно вводить в рацион питания. А что исключить категорически? Исключить категорически трансжиры. Это все магазинские майонезы, кетчупы, соевые соусы, продукты, богатые соей, так как она вся генно-модифицированная, также необходимо исключить. Это омега-6, полинасыщенные жирные кислоты. Они, конечно же, должны быть в составе, но их не должно быть много. То есть они не должны преобладать над омега-3. Омега-6, где они находятся? Это растительное масло. В частности, это подсолнечное масло, которое часто используется при готовке, жарке. И поэтому в рационе это очень часто преобладает. Оно является провоспалительным. Можем ли мы заменить подсолнечное масло для жарки? Именно понятно, что другие масла, они все-таки не подлежат термической обработке, рыжиковые и так далее. А на чем мы можем тогда, например, готовить при высоких температурах, если сокращать, минимизировать подсолнечное масло? Это все масла омега-3, омега-9. Это может быть рафинированное оливковое масло. В нем можно жарить, да? Да, да. Топленое масло, масло кхи. Масло авокадо, масло чия, кокосовое масло. Даже сливочное масло. Они, в принципе, все имеют высокую температуру дымления и могут быть использованы для жарки. Благодарю. Так, про омега-6 поговорили, что ее нужно сокращать тоже, да, в своем рационе. Что-то еще, может быть, категорически сокращать и убирать из своего рациона? Нужно сокращать алкоголь и кофе, так как эти продукты, они разгоняют путь ароматизации, то есть превращение андрогенов в эстрогены. То есть их будет производиться гораздо больше. Почему и мужчины, которые пьют много пива, у них имеются вот признаки все, вот этот вот живот, да, пивной, более-таки, может быть, голос становится женский. То есть это все признаки доминирования эстрогенов. А что не так с кофе? Это тоже тут у нас сейчас, наверное, половина слушателей, слушая нас по утрам, наверняка, кто-то уже кофейку выпил. В чем здесь его вред? Его вред, вот в частности, в этой теме, это также он разгоняет путь ароматизации, то есть влияет на цитохром. Его нужно сократить либо убрать вообще? Вот сколько чашек кофе допустимо в неделю, в день? Как здесь быть? Я бы сказала, что это зависит индивидуально от вашей генетики. Конечно, не нужно его постоянно принимать вместо воды, так как он еще выводит в воду, приводит к обезвоживанию, выводит кальций. Но одна-две чашки, ну три, если при этом вы нормально спите, нормально просыпаетесь, вы не используете кофе для того, чтобы взбодриться, так как это может свидетельствовать о недостаточности функции надпочечника, то тогда почему бы и нет? До двух чашек в день, до двух трех? Да, да, достаточно будет. Хорошо, то есть кофе по утрам, если есть такое желание, в принципе можно. Да. И тоже меня заинтересовал момент, как правильная вода. Что такое правильная вода? И как правильно пить? Правильная вода – это вода не из пластика, вот как сейчас в пластиковых бутылках их носят. Это вода с правильным PH. Лучше, чтобы она была щелочная. Очень хорошо минеральная вода, например, столовая или лечебная столовая, может заменить даже обычную воду на постоянной основе, так как она идет с минералами. То есть постоянно можно пить минеральную воду? Лечебную, лечебно-столовую или столовую, да, можно пить постоянно. И здесь питьевой какой баланс? Вот вы бы на какой обратили внимание? Сколько нужно пить в день такой воды? Ну нет такого, что нужно пить там два или три литра конкретно, да, всем нам. Все мы разные, у всех разная весовая категория. Мужчины, женщины, дети. Поэтому мы ориентируемся на мочу. Моча должна быть прозрачной. Ну не ночная моча, которую вот мы только что встали с утра, а в течение дня. Это говорит о достаточности питьевого режима, о нормальном количестве воды в вашем организме. Благодарю, это очень ценное замечание, потому что об этом не всегда говорят, как-то привычно говорят 35 грамм на килограмм веса. А здесь тоже очень важные замечания, ценные, я думаю. Ну теперь в моей голове как-то расставилось все по полочкам, теперь я понимаю, что такое эстрогендоминирование, и как можно его предотвратить, профилактировать, и в случае, если у вас какие-то серьезные нарушения, то обратиться к врачу, к гинекологу, прежде всего, наверное, да? А там дальше уже назначат план лечения, к кому еще, наверное, обратиться из специалистов. Я благодарю Алену. Напоминаю, что у нас в студии гость Алена Попова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач превентивной медицины. Спасибо большое за разговор. Я была очень рада видеть вас в студии. Спасибо вам большое за приглашение. Буду рада прийти к вам снова. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Здравый смысл.